Первые именные кроссовки Гордона Хейварда, к нашему удивлению, показали очень достойные результаты на тестах, и мы с нетерпением ждали выхода вторых. И вот этот момент настал. На тестах анти-GH2, X-Contest, Лёха Матрес, FlyWhite. Let's go! Стоит лишь впервые натянуть GH2 и затянуть шнурки, как можно сразу врываться в бой. Никакого времени на привыкание к этим кроссовкам не требуется. Они подойдут как игрокам с широкой стопой, так и с узкой, а также проблем не возникнет у тех, у кого высокий подъем. Внутри, в задней части кроссовка присутствует два смягчающих пода, а также мягкий и высокий задник под ахилл. Корпус выполнен из податливой синтетической кожи, и в целом по комфорту кроссовки довольно приятные. Ничего нигде не трет, не давит. Кайф! Движения абсолютно раскованные, а благодаря мягкой пене, о которой мы еще поговорим, бегать в кроссовках одно удовольствие. Внутренний сапожок, являющийся язычком, выполнен из перфорированного текстиля. Причем верхний слой с ромбовидными отверстиями защищает от натирания шнурков, а нижний более мягкий, с множеством отверстий способствует комфорту и циркуляции воздуха. И реально, нельзя сказать, что кроссовки не вентилируются. Я специально провел в них целый день в помещении, и ноги не вскипали, а даже иногда подмерзали сверху. Пена амортизации в GH2 называется Alti Flash. Собственно, классная амортизирующая пена, которая справляется со своей задачей. Пятки очень внушительный слой, и это прямо то, что надо для любителей приземлиться на нее. Типа меня. К носовой части пены чуть меньше, но тем не менее, мне со своим весом 80 кг этого вполне хватает. Вполне допускаю, что атлетичным центровым уже будет не так круто приземляться, но первых-третьих номеров пена вполне так ценна. Приятный бонус – это мощная пластиковая пластина, разделяющая переднюю часть и заднюю. Она добавляет энергии при резких ускорениях и выпрыгиваниях. Подобные вещи мы встречали в таких классных кроссовках, как Войноты, особенно вторые, и 34-й Джорданы. И круто, что мы получаем это в банке. Чувство корта, кстати, у GH2 отличное. Как раз крайние игроки оценят этот момент. Всегда проверяй перевес, перед тем, как решишь красиво повиснуть на кольце после данных. Протектор немного схож с протектором у предыдущей модели. Только здесь задняя часть выполнена из айси-соль, а передняя из более жесткой резины. Рисунок протектора по-прежнему представлен в виде водорослей. Понравилось то, что в передней части он как бы прорезан на такие частые зубчики. Это грамотное решение, и кроссовки отлично ловят сцепление на линолеуме и паркете. Я с удовольствием выполнял свои любимые степбеки и крутилкины под кольцом. Уверен, что на уличных покрытиях с тракцией проблем тоже не возникнет. Материалы просто вау! Это внимание к деталям, всякие мелкие фишки, интересные решения вызывают неподдельный восторг. Они, кстати, меняются от расцветки к расцветке. Реально круто проработанные кроссовки, и это касается как дизайна, так и качества сборки. Все прошито на совесть, нитки и клей не торчат. Короче, единственный вирус, и вот этот расцветок, смотри. Каждый червог и краска просто... Ага. Ну вот это, блин, самый первый, я понял. Просто черкнулось из-за... Жестко, ну да. Вован оказался прав. При контакте кроссовок с другими объектами на корпусе остаются неисправимые следы. Он шаркается и стирается. Также в местах сгиба на корпусе вследствие эксплуатации остаются заломы. Ну и самое неприятное, это то, что пена амортизации быстро теряет свои свойства. Особенно это происходит у более увесистых игроков. У Санька, например, уже потихоньку пена начала проседать. Не помню, сколько он весит, что-то около 200. Но приятный момент заключается в том, что протектор вполне способен выдержать игру на уличных покрытиях. И уже сейчас кроссовки можно смело включать в топ кроссовок для улицы. Передние две петли под шнурки, к сожалению, не идут до самого основания кроссовка. Хотя в какой-то степени, благодаря этому мы получаем такой высокий уровень комфорта. Тем не менее, носовая часть фиксируется плотно и не съезжает в стороны. Потому что петли натягивают корпус, а тот в свою очередь не эластичный и способен удержать стопу. Также с внешней стороны здесь присутствуют зубастые бортики, сдерживающие стопу при резких торможениях. От таких перегрузок в средней части стопу сдерживает этот прекрасный зуб, собственно являющийся логотипом Анты. А прижимную силу обеспечивает широкая неэластичная лента, расположенная посередине и образующая собой две петли под шнурки, идущие из максимально низкой точки. Верхние отверстия расположены в специальных ушках, которые таким образом продеваются в отверстия для ушек. И при затягивании шнурков они прижимают пятку к пяточному стакану, который там есть, и он вполне приемлемой плотности и высоты. Помимо этого в Джаж 2 имеется внушительный боковой аутригер, который существенно расширяет площадь подошвы и обеспечивает устойчивость. И вдобавок ко всему, эта пластиковая вставка не просто добавляет энергии, а еще обеспечивает сопротивлению скручивания кроссовка. Абсолютно все аспекты учтены, и это кайф. Реально завышенные ожидания у нас были от Анты Джаж 2 после успешного дебюта первой версии. И надо признать, что они действительно оправдали их на 100%, разделив первое место нашего топа с 18-ми Лебронами. Только они, в отличие от Лебронов, больше подойдут более легким, крайним игрокам и разыгрывающим, а также вполне сгодятся для стритбольных баттлов на уличных кортах. Свою цену они на 100% оправдывают, и я и Саня обязательно оставим их по паре себе, если даже не эти, то другие расцветочки точно. Это тот самый случай, когда нераспиаренный бренд делает круче, чем гиганты рынка, и сохраняет максимально адекватный ценник. Также я хочу рассказать тебе все лайфхаки, которые ты должен знать, если ты подписчик X-Contest. Во-первых, у нас есть наш Инстаграм, из которого ты можешь узнать, какие пары сейчас в тестах, первые впечатления, а также там есть анбоксинг новых пар, которые нам пришли. Помимо Инстаграма, у нас есть Телеграм-канал, это такой маркет на диване, в котором будут выкладываться всякие предложения со скидками из магазов, наши тестовые пары. Короче, подобрать все кроссы по выгодной цене можно будет там, но вещать начнем, как только там бахнет 2000 подписчиков. Кстати, там еще всякие конкурсы крутые проходят, так что ждем тебя там. Самые полезные ссылки, вообще все, о которых я говорю, и также и на эти кроссы, и вообще, вы найдете в описании. Там, кстати, есть еще ссылочка на наши джерси, они вообще крутые. Если еще расстались размерчики, там МК и Эльки, то у тебя есть последний шанс их забрать. Ну а с вами были X-Contest, Леха Матратс, Fly White. Всем спасибо, что с нами. Всем peace. Кушайте супчик. Субтитры сделал DimaTorzok